из этого ролика вы узнаете что вам не следует доверять оптимизму фонда российского рынка и резко покупать все акции так как недавний рост обманчив друзья приветствую всех вас на моем канале я начну с того что индекс мос биржи вырос за последние дни но данная ситуация складывается очень непростая во первых она настораживает меня с точки зрения геополитической ситуации которая складывается соответствующим образом ну и такие нотки недоверия к ближайшему росту рынка из-за того что происходит внутри страны в том числе с инфраструктуры вероятнее всего российские компании которые зарегистрированы за рубежом перерегистрируют бизнес не в россии а в странах с дружественной российской юрисдикции это нам с вами говорит о неготовности компании работать в российской зонах внутри страны к тому же перенос депозитарных расписок зарубежных фондовых рынков на российские площадки и воспринимаются как бы позитивно но еще пока неизвестно как будут разделены все активы бизнеса на данный момент принимать инвестиционные решения можно в отношении активов тех компаний которые продолжают публиковать отчеты о финансовых результатах своей деятельности при этом две трети предприятий к сожалению не публикуют отчеты или же они скрывают в них ряд важных для инвесторов позиций такая совокупность рисков и неопределенности приведет коррекции российского фондового рынка при новом витке кризиса поэтому в текущей фазе рынка активы стоит покупать точно они что попало что же касается мост биржи то она планирует ввести дополнительное регулирование ликвидности и волатильности бумаг третьего эшелона я хочу предупредить вас что вы должны понимать что если же вы влетаете в какие-то бумаги третьего эшелона вы должны готовиться к ровно такому же откату поэтому действительно маркет мейкер сейчас не справляется ликвидности сейчас на рынке очень мало и больше 70 процентов объема торгов у россии приходится на не резидентов а как вы знаете сейчас их нет или же они заблокированы а дружественные резиденты так и не пришли на рынок то есть если же посмотреть на отчет мосбиржи то мы с вами увидим значительное падение в объемах по фондовому рынку что в свою очередь приводит к волатильности и конечно же приводит дополнительным убытком инвесторов которые просто не готовы к этому если же говорить о точечных дивидендных акциях у которых доходность составляет выше десяти процентов то я бы не покупал акции сбера и всех нефтяных компаний сейчас сложно оценить дивидендную доходность акций компании такую как лукойл ведь нам с вами неизвестны объемы экспорта нефти а также ее цена и по этой же причине я бы не рассматривал бумаги газпрома особенно как дивидендные размеры дивидендов данных компаний могут сократиться не только из-за падений прибыли компании но из-за разового платежа федеральный бюджет также компания распадская у которой частично сократилась чистая прибыль из-за валютных переоценок решила не выплачивать дивиденды из-за проблем в отрасли и на сырьевом рынке поэтому данную компанию я бы также отсеял если же бы мне пришлось что-то выбрать то я бы выбрал акции дочерних компании газпрома также компанию фосагра и какие-нибудь нефтехимические предприятия на этом если вам была полезна моя информация порадуйте меня своим жирным лайком подписывайтесь на канал кто этого не сделал увидимся в следующем выпуске всем удачи всем пока